LG продолжает улучшать линейку OLED-телевизоров класса премиум. Флагманом модельном ряду Signature Edition 2018 года является Wallpaper TV W8. Отличительной особенностью линейки LG Signature является уникально тонкий экран. OLED-панель здесь толщиной меньше 3 мм. Телевизор состоит из двух частей, соединенных тонким шлейфом, собственно лист экрана и база в формате саундбара. В таком виде телевизор, понятно, можно лишь монтировать на стену. Причем к крепежной пластине гибкая OLED-панель прикрепляется с помощью магнитов. Если при этом замаскировать гибкий шлейф, создается полное впечатление большой и плоской картины. Существует и походный вариант со специальным демо-стендом, на котором телевизор устанавливается на различных выставках. За прием телесигнала отвечают два универсальных тюнера. Есть интерфейс для подключения модуля условного доступа для раскодирования платных каналов. Пользователь может подключить одну антенну эфирного или кабельного телевидения и две спутниковые. Для подключения внешних источников сигнала здесь имеется 4 HDMI-входа с поддержкой сигнала 4К при 60 Гц. К домашней сети телевизор подключается либо по кабелю через Ethernet, либо по Wi-Fi. Два USB-входа позволяют работать с внешними накопителями и периферийными устройствами. В комплекте с телевизором идет пульт ДУ LG Magic Remote. Он небольшой эргономической формы и хорошо ложится в руку. В центре четырехпозиционного джойстика располагается не кнопка, а колесико прокрутки. С его помощью удобно работать с фирменным интерфейсом Smart TV. Пульт гироскопический, так что перемещаться по меню можно как с помощью стрелок вокруг колесика, так и просто жестами в воздухе. Кроме того, LG Magic Remote поддерживает голосовой ввод. Основным отличием модели W8 от прошлогодней семерки в плане начинки является новый чипсет Alpha 9. У него более производительные CPU и GPU и большая оперативной памяти. По заявлению производителя, общий прирост производительности по сравнению с прошлой моделью составляет около 35%. Как и ранее, в качестве Smart TV используется оболочка WebOS. У нее очень простой интерфейс и удобный доступ ко всем необходимым пунктам. При вызове домашнего экрана в основном поле продолжает показываться текущий контент, поверх которого и выводится слой интерфейса. Снизу находится лента с вызовом телеканалов, установленным приложениями, переключением на последний источник видео и другими пунктами, вроде переключения видео входов. По сравнению с прошлым годом система получила незначительные улучшения, вроде обновленного интерфейса магазина приложений и появившейся кнопки поиска в правом верхнем углу. Кроме того, новая модель телевизора поддерживает фирменную систему искусственного интеллекта SynQ, которая здесь используется для более качественного распознавания голосовых команд. Впрочем, в полную силу запуск приложений, переключение между каналами, изменение громкости и так далее, она работает только на английском или русском. При выборе языка распознавания украинские все произносимые слова телевизор интерпретируют как поисковый запрос. Из предустановленных приложений отметим LG Plus каналы, которая создана совместно с Megogo. Это своеобразная TV онлайн, в котором предлагается большая подборка телеканалов как украинских, так и международных. Фильмы и сериалы, музыка, спорт, детские передачи и так далее. Базовый пакет каналов бесплатен, для полного доступа требуется подписка. Кроме пульта ДУ управлять телевизором можно и с помощью смартфона. Для этого на него надо установить приложение LG TV Plus. Оно не только выступает в роли виртуального пульта ДУ, но и предлагает дополнительную функциональность, запуск установленных на TV приложений, управление включением телевизора по таймеру и, самое главное, возможность отправлять на экран телевизора контент со смартфона. Также после установки соединения пользователь получит доступ к содержимому смартфона из самого телевизора. Его иконка появляется на домашнем экране WebOS. За звук здесь отвечает расположенный в базе саундбар Акустика 4.2 с поддержкой Dolby Atmos мощностью 60 Вт. Два низкочастотных динамика скрываются под круглыми крышками по краям саундбара и выезжают оттуда при включении телевизора. Звучит эта система очень хорошо, на порядок лучше телевизоров с традиционными динамиками. Звук получается объемный, насыщенный и достаточно глубокий, с хорошей детализацией средних и высоких частот. Любопытно, что расположение саундбара заметно ниже экрана не приводит к эффекту звучания снизу. Направленные вверх динамики перемещают виртуальный источник точечного звука в области крана. В LG OLED TV W8 используется 10-битная OLED-панель собственного производства с частотой обновления 120 Гц, разрешением 4К и диагональю 65 дюймов. Она поддерживает все современные стандарты HDR. HDR10, Dolby Vision, Hybrid Lock Gamma и Advanced HDR от Technicolor. Также в линейке телевизоров LG Signature W8 доступна 77-дюймовая модель. Отметим, что принципиальных отличий этой панели от той, что была в модели прошлого года нет. Использование более мощного процессора позволило улучшить алгоритмы обработки изображения, а также масштабирование HD контента до 4К. Кроме того, LG ввела два новых режима обработки HDR для популярных форматов HDR10 Pro и HLG Pro, где вместо статических метаданных используются динамические. Еще одна новинка в линейке 2018 года — поддержка видеорежима 4К 120 fps. Правда, только для видеоконтента в стриминговых сервисах или на внешнем накопителе, подключенном по USB. При использовании этого телевизора, например, в качестве игрового монитора, пользователь может получить либо 4К 60 fps, либо Full HD на 120. Картинка, выдаваемая LG W8, производит сильное впечатление даже на искушенного зрителя. У OLED панелей, в отличие от LCD, подсветка матрицы отсутствует как явление — каждый пиксель светится самостоятельно. Это позволяет добиться истинно черного цвета, который остается абсолютно читаемым даже на максимальной яркости в полной темноте, что дает бесконечную контрастность и создает очень эффектные сцены с потрясающей глубиной изображения. Также впечатляют максимальные углы обзора. У OLED даже при взгляде практически в профиль яркость, контрастность, насыщенность и чистота цветов остаются практически такими же, как при взгляде Anfas. Кроме традиционных видеорежимов вроде яркий или стандартный, здесь также есть режим Expert, разработанный совместно с Technicolor. Он предлагает хорошо сбалансированные для просмотра кинофильмов параметры, так что его вполне можно использовать с настройками по умолчанию. Также здесь есть еще два экспертных режима сертифицированных Imaging Science Foundation для темного помещения и комнаты с ярким фоновым освещением. Темный похож на Technicolor Expert. В светлом же яркость выше, а цветовой охват максимальный, так что зритель получает яркое и насыщенное изображение, но по-прежнему комфортное для длительных киносеансов, а не настолько кричащее, как в режиме яркий. Для HDR-контента у телевизора свои собственные шаблоны изображения. Сильнее всего эффект проявляется в ярком и стандартном режимах. Однако в них он слишком силен. Мы бы советовали использовать домашний кинотеатр, кино или Technicolor Expert, в которых картинка чуть менее яркая и насыщенная, зато с более точной цветопередачей и мягче, без выпеченного эффекта резкости. При этом нельзя не отметить заметное улучшение режимов яркий и стандартный. Если в прошлой линейке они ухушали изображение, убирая детали и полутона в тенях и на свету, то у LG W8 такой проблемы уже практически нет. LG Signature W8 во многом похож на модель прошлого года с незначительными улучшениями и без того отличной OLED-панели. Однако за счет использования нового процессора производитель смог реализовать более качественные алгоритмы обработки изображения и улучшить ряд HDR-режимов.